Всем привет! Как вы знаете, я купил себе газон Next за 100 миллионов рублей. Как это было, вы можете посмотреть в прошлом видеоролике. Вот здесь где-то будет наверху. Там, посмотрите, я потратил немало денег, чтобы такую аппарат взять. Когда я снимал ролик про тесто 7, вам это неплохо зашло, как я целый час работал. Поэтому, друзья, думаю, на этом ролике вы тоже проявите свою максимальную активность. Вот прямо сейчас спустись, поставь лайк, тебе ведь это не сложно. Ну, конечно, не сложно. Ну, если ты здесь вообще впервые, кто может подписаться на мой канал, будет очень даже здорово, ты не пожалеешь об этом уж точно. Ну, и, конечно, ребята, кто еще не играет на нашем четвертом сервере Азур, где я сейчас прямо нахожусь, то по ссылке в описании ты можешь перейти, скачать лаунчер, ну, а потом при регистрации своего аккаунта ввести вам промокод капсомразор, который даст тебе 300 тысяч бонусов рублей. Ну, собственно, вот он мой промокод, разор капсом вводишь, ну и все, получаешь свои бонусы. Сразу лучше вводи его при регистрации, ну или когда зайдешь, допустим, пропиши меню и вот так вот промокод там указать другу ютуберу и все. Ну, типа, изи, бабки просто, снизь ничего. Там, до старта нормально, для первого времени вам это хватит, в принципе. Так, ремонтный комплект для тегачейминга купить. Конечно, ребят, вы тоже можете купить такой же газон, но только не такой, как у меня, а какой-нибудь обычный, там, за миллионов 10-12, можно найти в фул 100. Все, поехали! Сейчас будем рейсы делать, ух ты, там чувак какой-то приехал на своем тазике, походу, новую тачку приехал покупать. Ну, как бы, можно заработать вообще на изи, на эти тачки. Вот вы можете за несколько-два дня вот так вот, поиграв активно, заработать там лям, два ляма спокойно. Даже за день, в принципе, можно квартиру, машину купить, все, что пожелаешь, выполняя квесты. Ну, да, кстати, если вы только начинаете играть, не забывайте выполнять квесты, потому что, ну, как бы, не обходите стороной. Там все же бонусы всякие, ну, там, много чего дают, плюшки. Мне сейчас надо все деньги свои положить в банк, да, там, сколько у меня, 10 миллионов, 800 тысяч. Оставим 59, на там, бензин, все дела, ремку, если что. Ремок-то у меня, в принципе, достаточно, там, 6 штук есть. В багажнике, по-моему, у меня ничего нету. Ну, да, тут мусора много, конечно, чем что-то нормальное. Надо вот багажник как-нибудь забить нормальным там барахлом, чтобы там ремка была, канистра. Все, что нужно. С бензом у меня все в порядке, поэтому, ребята, все, мы начинаем прямо сейчас катать. Завершаем мы в 9.14. Это будет 9 часов. Ну, а пока мы начинаем. У нас 8 утра. Как раз-таки сейчас пока дальнобойщики некоторые спят. Кто-то в школе, кто-то там на учебе, работе, где угодно. Ну, я, как бы, зашел утром, и поэтому это все просто замечательно. Сейчас будет столько рейсов. 49 тысяч рублей. Спаратан, доуэл, сейчас поедем. Ладно, берем тогда быстренько этот, да, груз и поехали. Самое прикольное, это когда вот после Магнума, после того 7, когда мы катали, помните, наверное, когда прицеп постоянно подцепляешь. Ну, те, кто катал, они, конечно, купят за это, но я вам покажу вот такую свою сторону. Типа, вот у меня был Магнум с третьим чипомом два раза, считай. Один я просто брал в аренду, другой я покупал себе. Где-то мне это пришлось 50 или 60 миллионов, я брал, помню. Потом в итоге я его обменял там на приору. Так, я думаю, вот так именно, если мы поедем по прямой, так лучше будет. Конечно, можно было поехать через Роговичи. Но мы поедем именно так. Думаю, так быстрее будет, все же по трассе. Мы сейчас рубили азот, у нас газон едет 202. И я что хочу вам сказать. Если вот вы пересели с Магнума, вот я пересел, получается, на газон. На газоне я катал еще впервые. Ну, у меня был обычный газон, но я на нем не катался. И вот сейчас, когда я сел впервые в этот газон, я просто почувствовал кайф. Мало того, что она едет 200 километров в час, так она еще просто с азотом. Это имбавая тачка, имба. Вот вы загрузились моментально, вам не надо прицеплять какой-то прицеп, там, что-то там, как-то париться. Вы на этом экономите большое время. Пока там этот чел подцепит, это все равно уходит какое-то время. Ну, там, какие-то секунды, да, скажем. А тут взял такой, приехал, без проблем подцепил, бам, и все, поехал дальше там. Ну, это, конечно, круто. Так, быстренько-быстренько, давайте рейс какой-нибудь возьмем. Какой-нибудь хороший. Вот и до В2 есть. Ну, туда ехать надо. Быстрее, давай в до В2 поедем тогда, там нормальный рейс тогда висит. Ну, поехали нам как раз по пути, что здесь грузить всякую хрень. Главное, чтобы его не забрали сейчас. Смотрим наш рейс, не пропал ли он, где там, до В2, нет, а где он? Вот, 50 тысяч рублей, сейчас в южный поедем. Во, нормальды, сейчас в южный поедем. Будет покайфово, еще 50 тысяч рублей заработаем. Ну, вот, получается, у нас будет уже 100 тысяч рублей. Сейчас быстренько нафармим. Все, загрузились, поехали дальше. Просто, ребят, я кайфую с этого газона, вы не представляете как. Он еще на нем можно дристовать, вот так кататься. Что-то я иногда, конечно, забываю про нитро, но надо его постоянно использовать. Бля, и штрафы получаю. Я, да, накатался на своей М5 и вот так вот летаю. Уже автоматом штрафы даже опачиваю. Я же, ребят, не нарушаю. Типа, ДД на самом деле лучше соблюдать, что вот этих вот штрафов не было. Да, и, конечно, проблем некоторых тоже из-за этого. Типа, что там постоять несколько секунд, потом поехать на зеленый, на желтый. Что там такого? В принципе, ничего. Сейчас так, чисто, можно на рахате катать рейсы. Не особо поток какой-то будет. Сейчас сколько вообще онлайн? Думаю, не больше там 100 человек играет сейчас на сервере. Даже можем посмотреть. Сколько человек сейчас вот играет на сервере? Ну вот, 75 человек. Типа, в районе сотки играет. Так что, такое пока онлайн. Можно свободно катать. Обалдеть. Без лагов каких-нибудь. Подожди, а что если вырубить все это ENB, без ENB играть? Так, наверное, куда лучше будет катать, чем нежели с ENB. Потому что все равно с ENB как-то игра немного там подлагивает. Она не так идет. Если вот без ENB играть, как-то вот даже FPS больше прибавляется. Ну, понятное дело, не оптимизирована вся эта тема. Из-за этого ENB это, конечно, такое, если лучше без ENB, ребята, играйте. Конечно, это красиво, с одной стороны. Но это так вот создает некоторые траблы. Именно там FPS урезается. Так даже как-то вообще хорошо. Ну, еще, кому интересно, у меня сотый уровень на дальнобойщиках. Вот, можно нормально деньги хасить. Ну, это надо долго прокачивать там. Сидеть, бля, играть днями, ночами. Ну, я так и делал. У меня ушло на это где-то где-то в районе двух лет, наверное, я так играл активно на проекте. Это был 16-17 год. И где-то в 17-м году я себе вот так прокачал этот скилл дальнобойщика. Многие ребята, конечно, идут на рыбалку. Там деньги зарабатывают. Но на рыбалке, не знаю, вот мне чисто не нравится. Честно говоря, мне вообще не заходит рыбалка. Так, рейс мы сделали. У нас уже есть 159 тысяч... Ну, 100 тысяч рублей мы заработали всего. Теперь еще один рейс подписываем. Южный, Дово. Так, самый дорогой есть какой-нибудь? По, ехали быстрее. Вуткарина. Так, у меня, надеюсь, есть бензин, да? Да, у меня есть канистры, слава богу. Надо будет сейчас как-нибудь заехать, заправиться. Еще канистры закупить на всякий случай. Мало ли, что бывает. Если кому-то надо помочь там по дороге, поможем. Главное, ремка есть. Нет, ремкой могу помочь. Всегда вот на дальнобойщике, если вы, ребят, работаете, помогайте друг другу. Потому что если с вами там что-то тоже случится на дороге, вам тоже же помогут. И во всяком случае, даже человек будет рад там вашей помощи. Ибо по-любому кто-то вам скажет спасибо за то, что вы там его выручили, если у него там нету ничего. Так, ребят, привезли уже третий рейс. Заработали мы 150 тысяч рублей за это время. Идем дальше. Дальность, список контрактов. От Карен Южный 48 тысяч. Во, поехали в Южный еще раз тогда. Поехали. Берем, оп. Контракт подписали и вылетаем. Итого, ребят, за 19 минут мы заработали уже 150 тысяч рублей. Это неплохо. Это прям вообще хорошо. Вообще вот не понимая людей, которые ставят там аудио на Магнум, на газон. Зачем ставить аудиосистему, тратить такие деньги? Ну ладно, ты можешь купить за 120 миллионов там с ауди, может быть, если повезет. Такой этот газон там собранный. Ну просто вот, бля, а что мешает, друзья, там включить браузер, там музыку врубить? Ничего-нибудь нормально. Слушай, тебе и так хочется, чтобы там люди видели, что у тебя есть аудиосистемы, где типа слушать в игре, а потом грузить туда треки. Ты как на телефон типа грузишься и слушаешь там. Ну я просто вот, ну, немного не понимаю эти все темы, зачем так люди парятся. Ведь ты можешь просто радио там подрубить какое-то. Люди тратят на эти бабки. Вот даже у меня на машине есть аудио. Я его, ну, слушаю, очень редко слушаю. Там могу месяц-то раза два там послушать, может, просто по приколу покататься, включить там какую-то любимую музыку, загрузить туда. И все. Просто я иногда думаю, зачем мне тачки с аудио, зачем они вообще нужны. Конечно, на этих тачках можно зарабатывать неплохие деньги, как и перекупом, так и если просто перепродавать там дороже, покупать такие тачки. Е-е-е, четвертый рейс ДВСД, заработали мы уже 200 тысяч рублей. Нормально. Берем еще один рейс. Куда можно? Самый вниз берем. Южный склад. О, Южный Дово есть 54 тысячи. А есть что-нибудь другое, не? В Дово, в принципе, поехали. Так, на заправочку. Поворотник налево. Оп. Заворачиваем. Интересно, мне хватит 50 тысяч на заправку. Ну, по-любому хватит. Сейчас посмотрим, сколько стоит полный бак. Ча я не могу. А вот стал. Ха, 15 тысяч рублей стоит полный бак. Все, заправляемся. Пока что можно будет перекурить. Посмотреть, что там мне пишут. ВК, не ВК. Такой вот мини-перекурчик. Можете сходить там за чайком. Опа. Все, 120 литров мы залились за 15 тысяч рублей. И можем ехать дальше. Продолжаем наши эти, бля, будни дальнобойщика. Катать рейсы. Еще, ребят, хотел бы с вами поделиться с тем, что вот этот ролик мог выйти раньше. Если бы один чувак мне дал бы этот газон в аренду. Но он настолько жопился, что он не дал мне просто. Он мой там знакомый, хороший, типа чувак. Вообще подписчик, который даже дал мне аккаунт свой, там, про его аккаунт снять ролик. Я у него прошу, говорю, дай мне газон. А он говорит, нет, я сам катаю, братишка, не могу. Блин, даже каждый час важен. Я понял, что он зажопил. Он мог мне спокойно свой газон дать, но так и не хотел. Возможно, он просто не хотел со мной связываться. Там, может, потом как-то думал проблем, будь очканул там как-то. Но я его не осуждаю. Я его так же, как бы, я к нему ничего, ну, не меняю к нему отношения. Типа, из-за этого я не такой человек, который будет обижаться. Я просто взял, купил газон, сам собрал на свою днюху и, типа, вот, катаю. Мне ради этого ролика пришлось такой вот газон собрать. Ну, я не собираюсь его, наверное, продавать пока. Смысл его продавать, если можно катать, но, наверное, деньги делать. То есть, всё равно, как какие-то вложения такие. Блин, вот жалко, что тут заезд закрыли. Было бы, конечно, здорово оттуда заехать, прям, покрасить. Тут приходится так обижать. У неё есть удобно. О, газон как проезжает. Так, сделали рейс, заработали мы 54 тысячи рублей. В итоге у нас уже 250 есть тысяч. Блин, здесь опять ничего нет, нормально. Нам придется в ДОВА-2 заезжать. Так, и ДОВА-2, Южный, вот есть. Всё, ребят, загрузились. Теперь мы едем в Южный добивать 300 тысяч рублей. Здорово. Сейчас у нас будет 300 косарей. Следующий контракт. Я хотел 50 тысяч заработать, в итоге мы 41 заработаем. Чё-то маловато. Надеюсь, Латкарин чуть нормально будет сейчас. Фига себе, мы за 3 минуты доехали до Латкарина, офигеть. Вообще, конечно, прям хорошо так. Когда есть контракт, тогда вообще прям имба катать. Латкарин, Арзамас, есть что-нибудь? Латкарин, Арзамас, придётся ехать. Куда делаться? Рейсов-то особо нету. Так, 30 тысяч мы заработали, быстренько. Идём дальше. Давайте этот контракт подпишем. Пофиг. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то, чем ничего, да? Так. Да блин, таксист! Ой-ой-ой, ну всё. Вот, ребят, начинается. Начинается вот это вот, бля, бардак на дороге. Вот эти вот таксисты выезжали, просыпаются всякие. Ой, господи, боже мой. Это у нас пошла вторая заправка на 12 тысяч рублей. И там у нас заправка тоже где-то в этом районе была. Но давайте скажем, что 10 тысяч у нас уходит на заправку. Вот так вот лучше, чтобы было. Сейчас 20 тысяч уже мы именно на заправку тратим. Две ремки потратил за это время. Всё, мы сделали рейс, получили за это 51 тысячу рублей. Неплохо. Идём дальше. Баренько. Берём какой-то рейс Южного. Скажем, в конце есть что-нибудь? Бля, тут есть контракт только с Южного Дова. Ладно, я его подпишу. Вообще, ребята, на сегодня, я думаю, хватит уже рейсов. Мы заработали уже 550 тысяч рублей, можно сказать. 550 тысяч мы заработали. Где-то вот, короче, 500 тысяч мы уже, ребята, свои заработали за 1 час. У меня сейчас уже 59 минут записывать данное видео. Поэтому, думаю, вам всё понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто ещё не подписан. Заходите играть на AmazingRP, если вы всё ещё думаете, не думаете. Начинайте играть. Надеюсь, вам всё понравилось. На этом я буду с вами прощаться. Всем удачи и всем пока.